Нехарактерный запах. Казалось бы, мед должен обладать знакомо и с детства похочестью проблем возникнуть не должно. Но не все так просто. От сорта продукта и от растений, с помощью которых он произведен, зависит многое. Также на аромат меда влияют условия хранения. Чтобы правильно определить запах, лучше прислушаться два раза, да и во время пробы. Потому что попадая в ротовую полость, аромат может редоизмениться или усилиться. Бывает, что нектар может плохо попахивать. Если правильно определить, что напоминает этот неприятный аромат, получится выявить причину зловония и решить, стоит ли употреблять такой продукт в пищу или следует воздержаться. Итак, наиболее распространенные нестандартные благовония, вызывающие вопрос, почему мед не пахнет медом, пахнет как моча. Считается, что если продукт имеет подобное зловоние, скорее всего он подвергался нагреванию. Возможно, были нарушены условия хранения. В любом случае полезных микроэлементов в нем ничтожно мало. Совет в аромате чувствуется навоз. Данный признак ни в коем случае не указывает на брак или испорченность изделия. Не стоит забывать, что мед очень хорошо впитывает посторонние запахи. Если чувствуются нотки навоза, то скорее всего басика находится на ферме, где хорошо развито сельское хозяйство. Нектар может вонять, как псина. Подобное пахоче сигнализирует о плохом качестве. Не рекомендуется употреблять его в пищу. Если же все-таки покупка уже была совершена, можно применить его в косметических целях. Важно! Мед, прошедший термическую обработку, теряет свои полезные свойства. Настоящий аромат. Аромат свежего меда должен быть сладковатым и приятным. От того, какое количество сахара содержится в нектаре, зависит запах. Самые сладкие – бела акации, вовы, липовый и клеверный. Некоторые сорта обладают более горьким ароматом, такие как каштановый и вовы или падевый. Тем не менее, в натуральном продукте без добавок яркого благовония можно и не почувствовать. Если все так попался мед без запаха, почему же не стоит волноваться? Все легко объяснимо такое явление наблюдается, если продукт был приобретен зимой, когда он не такой свежий. Сбор урожая приходится на лето-начало осени. Мед хранили в открытой таре. Нектар может как быстро впитывать любые запахи, так и выветриваться от них, поэтому такое хранение приводит к отсутствию какого-либо аромата. Тем не менее, все полезные свойства сохраняются. Отвечая на вопрос, почему мед не пахнет, можно с уверенностью заявить, что это довольно распространенное явление и говорит об отсутствии искусственных ароматизаторов или натуральных добавок. Такой нектар можно смело употреблять в пищу. Совет. Встретив в продаже мед со вкусом карамели, лучше воздержаться от покупки. Причина этому – обработка под высокой температурой. В связи с большим количеством видов меда в продаже, нужно уметь определять продукт, обладающий наиболее натуральным составом. В противном случае цель, для которой он приобретался, не будет достигнута и польза здоровью он не принесет. 0.0. Вод артикль ратинг.